Тонкий момент, очень тонкий, когда и отношения с Китаем не хочется портить, но их столько много, что они вынуждены, ну их куда-то нужно переселять. Или мы добровольно это сделаем за деньги, ну то есть, или они сделают так, чтобы взять это все силой. Поэтому мы идем по пути, я думаю, наименьшего сопротивления. Шумиха, да, конечно, но, опять же, Китай не такой большой по сравнению с тем численностью населения, где там живет, сколько там миллиардов живет людей в Китае. Больше миллиарда, да, может, больше двух даже. А в России там 140 миллионов на таких огромных территориях. И китайцы как бы смотрят, ну как бы, мы серьезный партнер, мы там вам экономически очень поддерживаем, готовы сотрудничать, там делаем определенный. И этот момент тоже непростой. Понятно, что после 50 лет пользования землей от нее практически ничего не останется. Это будет выжженный кусок земли, когда там, ну, все полезные рископаемые, все леса, все ресурсы будут выкачаны из этой земли. Она будет бедная уже, однозначно. Потому что на ней будет сажаться постоянно 50 лет урожая. Понятно. Так что тут судить правительство нет смысла, потому что тут надо договариваться с китайцами. И единственный правильный путь – договариваться с китайцами. И то, что мы делаем, наверняка кто-то ворует, кто-то, ну, греет карман на этом. Ну, в целом, это, наверное, неизбежные процессы какие-то.